Привет! На канале «Встреча на улицах Москвы» вы смотрите еженедельную передачу по пятницам «Досуг в Москве и Подмосковье» о некоторых культурно-досуговых мероприятиях и событиях, которые произойдут в нашем городе и его окрестностях в ближайшие выходные дни. Начнем с кинотеатров. В кинотеатре «Вымпел» у метро «Свибула» будут показываться фильмы «Аладдин», «Зеленая книга», «Рапаэль», «Анна», «История игрушек 4». Билеты 150-300 рублей. В кинотеатре «Звезда» у метро «Курская» на первом этаже жилого дома по улице Земляной вал 18-22 покажут фильмы «Анна», «Зеркало», «Мертвая не умирает», «Паразиты». Билеты от 200 до 350 рублей. В кинотеатре «Иллюзион» в высотном здании на хоккейнической набережной «Дом 1» продут показы фильмов «Двойная жизнь», «Мертвый не умирает». Билеты стоят 200-350 рублей. В кинотеатрах серии «Каруфильм» на Шереметьевской у метро «Савеловской» в торговом центре «Капитолий» и «Марина Роща» на третьем этаже, а также в торговом центре «Щупа» в метро «Щупинская», на Севастопольском проспекте в торговом центре «Капитолий». Продукт показы фильмов «Анна», «История грушек-4», «Паразиты», «Собачья жизнь-2», «Та еще парочка». «Мертвые не умирают». И билеты стоят от 200 и до 410 рублей. В кинотеатрах «Киномакс» «Эксель» в торговом центре «Эксель» на Битровском шоссе, недалеко от метро «Петровск-Козумовская» покажут фильмы «Анна», «История грушек-4», «Собачья жизнь-2», «Та еще парочка», «Алирули» и некоторые другие. Билеты стоят 210-500 рублей. В кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице, недалеко от метро «Тексильщики», фильма «Анна», «Курск», «Фиша чип», «Вредные друзья». Билеты стоят 150 рублей. В кинотеатре «Салют» на улице Кедрово в районе метро «Академическая» покажут фильмы «Анна», «Паразиты», «Мертвые не умирают». Также спектакль «Театр HD» в комнате «Францесс Британик». Билеты стоят от 50 до 200 рублей. В кинотеатре «Сатурни» и «Дельгод метро Слибула» на Снежной улице будут демонстрироваться фильмы «Анна», «Курск», «Любно внутри», «История грушек-4», «Норм» и «Несокрушимое большое путешествие». Билеты стоят 150 рублей. В кинотеатре «Тула» на улице Пухмистрова, недалеко от метро «Печатники» покажут «Анну», «Курск», «Любно внутри», «История грушек-4», «Норм» и «Несокрушимое большое путешествие». Билеты от 100 до 330 рублей. В кинотеатре «Флател» на шоссе «Энтузиастов», дом 15, недалеко от метро «Авиамоторное», показывают «Анну», «Дылда», «Мертвый не умирает», «Паразиты». Билеты 150-300 рублей. В кинотеатре «Формула кино» на Можайке на 53-й километре кольцевой дороге на Трещине с Можайским шоссе будут демонстрироваться фильмы «Аладдин», «Анна», «Алирули», «Беглецы», «Ибеца», «История грушек-4», «Красавчик со стажем», «Курск». Билеты стоят от 263 до 350 рублей. В центре документального кино, который располагается в комплексе «Правианских складов» на Зубовском булеваре около метро «Парк культуры», покажут документальные фильмы «Беги Камчатки. Начало жизни». Билеты от 400 до 500 рублей. В кинотеатре «Юность» на первом этаже жилого дома на улице «Маршала Рыбалка» около метро «Октябрьское поле» покажут фильмы «Мертвый не умирает», «Паразиты». Также спектакль «Театр А.Ж.Д. Все мои сыновья». Билеты от 150 до 300 рублей. Театр сейчас многие находятся на каникулах до сентября. В том числе закрылся и до сентября театр «Аперетты» на Большой Дмитровке. Также театр на Пировской улице. Ну, некоторые театры продолжают работу. В частности, Большой театр показывает на новой сцене в субботу-воскресенье спектакль «Жизель» днем и вечером. А на исторической сцене в субботу спектакль «Раймонда» вечером. Билеты стоят от 3000 рублей. В театре «Ленком» на Малой Дмитровке, дом 6, в субботу покажут спектакль «Шут Балакирев» вечером. Ну, а также вечером, уже в воскресенье, «Американские горки». Билеты стоят от 1750 рублей. В Малом Зале Театра Луны на Малой Ордынке покажут завтра спектакль «Старый Новый Фауст» вечером. «Рет от 1000 рублей». В Центральном театре «Кукол» имени Абрасова на Садово-Самотечной улице Садовом кольце покажут детские спектакли, представления. Завтра конек горбунов утром, а днем снеговик у хитрый ежик. В воскресенье волшебная лампа Аладдина, а также по чучьему велению днем, ну, а вечером жена мужа в Париж провожала. Билеты от 900 рублей. Теперь перейдем к музеям и выставкам. В Историческом музее продолжается, помимо основных экспозиций, выставка «Русская паркуровая скульптура конца 18-начала 20-го веков», где представлено 200 произведений императорского и частных паркуровых и фаянсовых заводов России. И также ряд изданий книжных, также воспроизведения гравюрокартин, послуживших образцами при создании разных росписей по паркуру. И также в этом же Историческом музее проходит выставка, посвященная 500-летию Тульского Кремля, который являлся раньше самой южной каменной крепостью России и существует в 16 веке. Билет стоит 400 рублей. Музей изобразительных искусств имени Пушкина, помимо основных экспозиций, также проходит главная выставка года, выставка и коллекция картин Сергея Щукина, знаменитого мецената, благотворителя, 19-начала 20-го века. И особенно здесь демонстрируются картины французских импрессионистов Пикассо, Матис, Гоген и другие. Также в этом же музее Пушкинском продолжается выставка из коллекции Луи Светлона, избранная. Билет стоит на выставку картин Сергея Щукина 600 рублей, а на Луи Светлона 500 рублей. Однако комплексный билет и на выставку Щукина, и на Луи Светлона, также на постоянную экспозицию в главном здании стоит 1000 рублей. И на период прохождения выставки Луи Светлона сейчас закрыта экспозиция галереи искусств стран Европы и Америки на 20-м веку. В Гердяковской галерее поднима основной экспозиции постоянной. Также проходит выставка картин Лилии Рейпина, крупнейшая в Москве. И также и другие выставки, в том числе и выставка скульптур Анны Голубкина, где представлены 46 скульптурных произведений, созданные Голубкиной. А также разные архивные документы, письма, почтовые открытки с репродукциями, культурой Голубкиной. Разные кадры экспозиции, снятые Петром Арбовым. Билет в Гердяковку стоит 500 рублей. В Ботаническом саду в Гердяковском окнородном проспекте мира продолжается выставка коллекции уникальных старых велосипедов из Италии. Вся жизнь в одном велосипеде. Итальянца Маурицо Урбинати представлено около 37 велосипедов. Ну и экспозицию также сопровождают фильм на двух языках, итальянском и русском, посвященный вот этой вот выставке. Билет стоит 350 рублей. В Толстовском центре на Пятницкой улице продолжается выставка «Моя жизнь» к 170-летию Софию Толстой. И вот здесь рассказывается о том, об отношениях жены Толстого с мужем. И, в общем, ее дневники, письма и так далее. Разные документы. Билет стоит 250 рублей. В музее декоративно-прикладного и народного искусства на Делегатской, помимо основной экспозиции, также продолжается выставка крестьянских расписных сундуков. Около 300 сундуков здесь находится. Середина 19-го, начало 20-го века. Вот из частных собраний и недоступных ранних фондов музея. Особенно много сундуков с Русского Севера, также Святской и Казахстанской областей. О них довольно богато расписано по дереву. Деревянные сундуки много. Ну и их назначение тоже было разное, в том числе и свадебные есть сундуки. Билет стоит от 300 до 450 рублей. Музеем Тропинина и московских художников его времени на Щетининском периоде, дом 10, помимо постоянной экспозиции русского портретного искусства 18-19-19 веков, также проводится выставка к 50-летию музея Тропинина, в котором рассказывается о становлении и развитии этого музея за прошедшие 50 лет, с 1971 года. Выставка пройдет почти до сентября. Билет стоит 300 рублей, также проводится экскурсия. Но в ДНХ заканчивается фестиваль искусств в эти выходные, который проходит и в Доме культуры на площади промышленности, в Зеленом театре. Ну и там показывают всякие эффекты, в том числе картонный мост в воздухе, разные эффекты, связанные с художником Леонардо де Винчи, полеты космонавтов, трюки разные, цирковые, пластические миниатюры. Также продолжаются лекции в павильоне рабочих колхозницах, посвященные в сфере моды дизайнера проводят такие лекции, можно их посидеть бесплатно. В центре космонавтики и авиации, которая располагается в павильоне космос, демонстрируется постоянная экспозиция с разными космическими объектами, в том числе полноразмерный макет орбитальной станции МИР представлен, ну и около 120 образцов летательной и космической техники, а также более 2000 архивных документов, фото и видеоматериалов. Также есть на пространстве этой выставки игровые симуляторы, экспозиционный модуль, монолит, эксключеская сфера, уникальный 5D кинотеатр, где можно увидеть историю покорения вселенной человеком «От теории Большого взрыва до перспектив колонизации планеты Марс». Ну и также есть интерактивные экспонаты для детей. Билет стоит 500 рублей. В галерее А3 на Староканьюшном переулке, около Арбата, продолжается выставка художественных произведений, как живописный жест, аэлиты Лентовской. Профессионально более 50 картин, разных графических работ и костюмов. Билет стоит 100 рублей. В Измайлове заканчивается второй международный фестиваль русской кухни, и здесь можно посмотреть, как готовят блюда разные русской кухни, процесс приготовления, ну и продегустировать разные блюда тоже. Также есть танцевальные, музыкальные мастер-классы, кинопоказы, концерты и дегустации. В Планетарии проводятся традиционные программы. Кроме Большого звездного зала, также действует музей Урани, интерактивный музей Лунариум, также парк Неба, ну правда, в такую погоду он фактически не работает, там только при ясной погоде, если будет хорошая погода, возможно, распогодится, и тогда можно будет его тоже посетить. Там есть большая малая обсерватория, также есть 4D кинотеатр, малый звездный зал, кафе и магазин космических сувениров. Также проводятся экскурсии, в том числе и для детей. Ну и билет стоит Большой звездный зал 550-750 рублей, Малый 100-200 рублей, Лунариум 500 рублей, 4D кинотеатр 550 рублей. В Царицыно, помимо основных экспозиций, в Большом дворце, в Клебном доме, в Малом дворце, также проходит выставка «Семья душа России», в котором представлены иконы, особенно картины, посвященные ценностям семьи и разным, так сказать, семьям, которые проживали на территории России. Ну, выставка призвана показать ценность семьи традиционной, ну и, в общем-то, ее богатство в семейной жизни и, в общем-то, большое значение. Вдоль музея Марии Ермоловой в Инферском бульваре, помимо постоянной экспозиции, посвященной актрисе Ермоловой, проходит выставка «Времена года», где представлены экспонаты XX-XXI веков и сфондов музеев, такие как «Лахва» и «Министерная живопись», «Жостовские подносы», «Полупосадские платки», картины федоскинских художников, ну и основные темы, картин и вообще произведения здесь представлены, посвящены разным временам года, пейзажам. И это стоит 300 рублей. Музей народов Востока на Ермоловой в Инферском бульваре под ним постоянная экспозиция, посвященная искусству стран Востока, продолжается выставка Кирилла Сданевича «Теплис Москва». Это первая столица персональной выставки этого художника, авангардиста. Ну, Сданевич считается одним из первооткрователей творчества Нико Перасмани, самым наизвестном грузинского художника, ну и собиратель его работы, географ. Здесь представлены на выставке более 8 тысячи работ Сданевича, как живописи, картины, графика, разные архивные документы и фотоматериалы. Бересой 300 рублей. Фотографирование 150, видео 250 рублей. В музее архитектуры до осени продолжается выставка эпоха модерна, которая посвящена разнообразию типов сооружений эпохи модерна, который был популярен в конце 19-го, начало 20-го веков. Это разные в стиле модерна строили всякие городские дома и торговые постройки, банки, музеи, театры, храмы. Представлены работы известных архитекторов Петр Шехтер, братья Веснины, Валентин Дубовский, Ларион Иванов Шиц, Роман Клейн и другие художники, которые работают в стиле модерн. Перед музей стоит 300 рублей. В школе акварели Сергея Андреяки в Горовском переулке продолжается выставка экслибриса искусства книги, помимо постоянной экспозиции, где представлены экспонаты из фондов Центральной научной библиотеки имени Некрасова, православных библиотек, и в основном это старопечатные книги, плакаты, книг слибриса из частных коллекций. Также в галерее Загорье продолжается выставка картин голландского художника Лисента Ван Гога, интерактивная выставка. В галерее находится Олимпинянской улице в Загорье, билет стоит 100 рублей. В галерее Беляева на профсоюзном Дом 100 проходит постоянный экспонат, ну а также продолжается выставка лица-ландшафта, исследование постсоветско-идентические человека, места и времени на примере района Беляева, в котором эта галерея и находится. И в общем эта выставка она знакомит с тем, как человек приспосабливается к изменениям природной и особенно исторической среды, которая его окружает в течение времени. От советского строя уже к современности в частности. Ну и также здесь работает при галерее центры прикладных ремесел и здесь студии-живписи, вязания и другим. В Подмосковье можно посетить такие музеи, как Мелехова, где в 1890-х годах жил знаменитый писатель Антон Чехов. Здесь несколько зданий, которые можно посетить. Ну а также по субботам проходят спектакли Мелеховского театра Чеховской студии. Музей работает с 10 до 5 часов вечера, вредство 260 рублей. Ну и также в Кляну можно посетить такие музеи, как музей Чеховского в Кляну, который находится недалеко от железнодорожной станции, в центре города. И там много залов, много разных экспозиций тоже можно посетить. И вредство 300 рублей. А также дом музей Гайдара, который находится на одноименной улице Гайдара, дом 17. Пройти туда можно от железнодорожных станций через Новую Ямскую улицу, потом перейти Ленинградское шоссе и дальше пройти уже по улице Гайдара. Ну вот тоже здесь Крым жил знаменитый писатель Аркадий Гайдар вот некоторое время, в 1938-1941 годах, фактически до смерти. Ну и здесь представлены его вещи и фото, книги, вообще все предметы быта и вообще вся его жизнь, что его окружало, чем он был связан. Белец здесь стоит 70 рублей. Можно соответственно посетить и заодно музей Чеховского Клину и музей Гайдара объединить. Ну и заодно посмотреть старое здание в центре города. Вот такие некоторые избранные мной мероприятия, которые пройдут в ближайшие выходные в нашем городе и в его окрестностях, которые я предлагаю вам посетить. Это была передача «Досуг Москве и Подмосковье», которая проходит ежедневно еженедельно по пятницам и до новых встреч. «Досуг »